Баня на колесах. Такого в Клину вы еще не видели, а мы расскажем и покажем. Этот пазик 98-го года все еще на колесах, но это не главная его особенность. Снаружи это обычный автобус, но внутри здесь самая достающая русская баня. Привычный 25-местный салон превращается в парилку. Здесь есть все, что нужно. Здесь есть раздевалка, душевая кабина с водой. Также помещение полностью оборудовано электричеством, а также есть аудиосистема. Ну и, конечно, для желающих попариться здесь раздавил самую настоящую баню принадлежности. Веник и, конечно, шапка, защищающая от горячей температуры. Между прочим, температура достигает 100 градусов. И вот это самое сердце парилки, рассчитанное на 7-8 человек. Идея смастерить баню на колесах у Алексея родилась давно. Как это сделать, подсмотрел в интернете. Друзья инициативу поддержали. Дело осталось за малым. Найти подходящие колеса. Ну, была проблема вот с тем, как найти автобус. Вот мы очень долго искали, потому что, ну, все гнилые там какие-то, ну... Нашли в церкви у батюшки хороший автобус. Вот пригнали его издалека, из Зарайска. Это примерно 350 километров отсюда. И нашли человека, который, ну, помог нам воплотить нашу мечту. После прокачки этот автобус отличается от других, разве что начинкой. Из багажника сделали дровницу. Вот здесь у нас хранятся дрова. В задней части кузова установили дровяную печь. Все по технологии. Дымовая труба и стенки обшиты металлом в целях пожарной безопасности. Ну, разместили ее, как бы там все обшили железом. У нас вот, ну, как бы можно потрогать. Ну, не автобус, не стекло, ну, ничего не нагревается. Штук шесть полей, ну, поленьев. И минут 40 времени, и будет градусов 80. Вода в багах подогревается за счет печки. Все условия налицо. Банщики остались довольны. Это русская парная, на дровах, все как положено. Я, честно, увидел первый раз сейчас, попарился, очень доволен. Действительно, и температура высокая, держит хорошо, и пар. Душевный. Да, душевный, все сделано чистенько, аккуратненько. Изначально друзья баню на колесах делали для себя. Но в будущем, говорит Алексей, планирует сделать из этого бизнес. В аренде, ну, почасовая оплата, как обычная баня, только мобильная. Она от стационарной бани отличается только своей мобильностью. Татьяна Барулина, Михаил Рачков, Наталья Красавина. Новости дня.